Я обращаюсь к губернатору Воронежской области, Гусеву Александру Викторовичу, в преддверии выборов губернатора. Александр Викторович, у меня к вам огромная просьба. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту вакханалию, которая происходит на Алексеевском рынке. Он препятствует проезду. Руки! Препятствует проезду. Вот, вам требования, сотрудник полиции, предъявил. Предъявил, что требования, сотрудник полиции, вопрос задал. Предъявил. Мабель, проезд. Ладно, че. Не провоцируй, Макаров! Че, он провоцирует? Не провоцируй! За что я плачу? Это очень мне интересно. Тем более, много деятельность, семья. Мне государство помогает, чтобы я вам отдал эти деньги. Ни фига не получится. Уберите. Тихо, 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 тихо. Макаров, не провоцируй. Макаров, не провоцируй. Мы все люди. Сразу позвоним. Не переживайте. Все люди. Не надо никаких драк. Как считаете, должно так находиться транспортное средство? Уберите транспортное средство отсюда. Не препятствуйте проезду. Вы теперь в курсе, что за это рассмотрят действие с постановлением на вас составит. Не, я предупреждал. Сад, только надо попрошить. Неприятная такая история, как бы. Надо этот вопрос решить. Я надеюсь на правосудие, который этот вопрос решит. И все это происходит из-за бездействия приставов. Есть определение суда об обеспечительных мерах, о том, чтобы не чинили препятствия на данном участке. А именно проезду транспортных средств. Скажите, пожалуйста, а сейчас так же будет осуществляться платный проезд, а шлагман будет препятствовать? Как-нибудь прокомментируете это? ИП Макаров, который здесь арендует у ИП Парфеновой. А ИП Парфенова арендует у государства землю перед рынком. Препятствует Макаров здесь следующим образом. Если водитель не оплачивает за проезд, то ИП Макаров просто становится перед автомобилем и не пропускает, пока тот не оплатит. И людям не остается выбора, как оплатить, чтобы въехать на этот рынок. ИП Макаров дальше продолжает беспредел. Более того, он всячески пытается все исказить, все факты, которые на самом деле есть, он пытается по-своему интерпретировать. И обращается в другие средства массовой информации, где вводит в заблуждение журналистов. Более того, когда был установлен о том, что Макаров действует незаконно, в том числе и в части воспрепятствования проезда, а именно здесь транспортное средство ранее стояло, ему пришлось убрать все эти препятствия. Но он сделал еще хитрее. Он взял здесь, перекопал вот этот вот участок. И что мы получили? Мы получили здесь транспортное средство, которое туда провалилось. Хотя ранее и администрация этого рынка, и мы, как редакция, и как общественники писали по этому поводу, что это обязательно случится. К сожалению, но это должно было случиться. Потому что, обратите внимание, никаких непрепятствий, ничего здесь не сделано. Выбрано общественно опасным способом демонтаж этого покрытия. Понятно, все это сделано только с одной целью – воспрепятствования деятельности этой базы, этого рынка. Вот гадость какую-то, но все равно они должны сделать. К сожалению, это так. Вот такие подлые люди. У меня большой вопрос к приставам. Почему определение об обеспечительных мерах, которые есть, имеются и вступившие в законную силу, не исполняется приставом, не обеспечивается его исполнение, скажем так? Почему этого не происходит? Бездействие, либо неэффективные действия приставов? Отойди! Отойди от меня! Незаконное определение суда! В каком основании ты здесь? Иди отсюда! В каком основании ты здесь? Иди отсюда! В каком основании ты здесь? Иди отсюда, я тебе сказал! Иди отсюда, я тебе сказал! Ты что думаешь, дураки, а ну ты провокация, что ли? Понимание есть? Есть. Отлично, ну тогда нужно действовать. Вадим, ну они вообще не в курсе. Не в курсе темы? Ну давайте лучше я. Ну давайте вы. Я уже привык. Давайте сам. Ну вы отвели сейчас удар, ну просто немножко неправильно вы себя повели. Мне нужна эта земля. Въезд там есть. Препятствую это? Нет. Конечно, потому что он сказал ранее, что вот пользуйтесь проездом, а вам один выделяю. А сейчас он что делает? Он здесь тоже препятствует. Вот этот вот гражданин Макаров, он сейчас препятствует проезду транспортного средства. Скажите, он вам сейчас мешает проехать, да? Наверное, стоит. Он стоит, да, ничего. Встал вот и не дает проехать. Вы проезжаете по территории. Я хочу на рабочем без заехать. Я хочу на рабочем без заехать. Нарушение частной собственности. Обратись к полицейскому, скажите, он нарушает мои права. Я даже подскажу, что написать. Он нарушает мои права. Вот. Вы тонкая душевная организация, молодой человек. Очень ранимый. Не буду спросить, почему? Тогда вы ездите назад. Следующий момент. Росимущество пригрозило расторжением договора и по Парфеновой, и по Макарову. Земли используются не по назначению. А назначения земель совершенно иные. Сельскохозяйственная деятельность. Им дали срок привести все в соответствие. Чего не было сделано, это было зафиксировано сотрудниками Росимущества. Росимущество пригрозило расторжением договора в одностороннем порядке через суд. Я думаю, это должно произойти в самое ближайшее время. Также сейчас проводятся проверки с сотрудниками экономической безопасности. Мы ждем по этому поводу тоже ответы. У меня здесь один вопрос возникает. Неужели вся наша система, все наши ведомства настолько беззубы, что не могут навести здесь порядок? Вы посмотрите, просто какие здесь волнения происходят на этом рынке. Из-за того, что здесь действует ИП Макаров с Парфеновой абсолютно незаконно. Вы просто посмотрите, к чему это может все привести. Здесь нужно сбавить градус гнева и навести порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова